ребятки всем привет доброе утро мы еще спим конечно же потому что 5 утра мы выезжаем в спорт собственно почему еду москву я еду по работе туда приезжает маша с воронежа моя лучшая подруга она мой менеджер кто не знает в инстаграме и нам нужно в общем-то с ней кое-что подписать по работе так скажем но я пока не не буду рассказывать и не могу вот ну и заодно собственно увидимся наконец-то мы уже не виделись два года погуляем там отдохнем не только с машей вообще куча людей которые хотят увидеть со мной в москве так что еду я туда на четыре дня получается как жарко соня сейчас у меня везет а здесь нельзя налево поворачивать ну досрать как бы 5 утра что нельзя где сплошная линия я не знаю там знак перечеркнутый налево поворот ну и кофе ко мне хотят сюда всю жизнь поворачивать честно за это все жесть поворачивала все жесть поворачивала ну и на картону завтра носить ну и кушащик мы едем сейчас короче в мак покушать потому что ты вообще что ли куку у меня тут авторское право включает он тут музыку свою блин пипец потому что в аэропорту и вообще во всех аэропортах мне кажется всегда такие цены на еду что можно там сразу сиденье оставить кстати знаете случай когда мы летали куда-то я не помню в таиланд что ли куда-то с родителями через час 08 через час 1 час 8 минут крое отсюда меня вот пугаешь в общем мы на ели там на 1003 наверное взяли просто ничего клянусь я думала все потому что мы заезжаем мак соня хочет есть я понимаю что начал самолет взять по-любому потому что типа с утра я кушать не хочу но потом захочу мы стоим возле мака до аэропорта ехать минимум час но это если средней скоростью время половина шестого регистрация заканчивается в шесть двадцать в итоге мы приехали в 605 это просто пушка все ладно жду посадку красиво тут хорошенький такой аэропорт тоже новый частенький что так ребятки и Я уже нахожусь в отеле. Блин, я не помню, говорила я или нет, что я приехала сюда по работе. Потому что в Инстаграме была такая шумиха, все подумали, что я вообще переехала в Москву. Ставила Амалию с Виталиком. Кто подписан на меня в Инстаграме, знают вообще, что происходит. Все знают, что мы с Витом расстались, мы будем разводиться. Процесс этот всегда небыстрый, поэтому у каждого есть личная жизнь. Каждый вправе делать все, что он хочет. Вчера в Инстаграме прям была шумиха-шумиха. Как бы вам так мягче сказать, в моей жизни есть такой персонаж, появился совсем недавно. Зовут его Дима. Многие недоумевают, кто это. Брат, парень, еще кто-то, лучший друг и так далее. В общем, это остается пока что только в моей голове. Но я думаю, что иногда вы его будете видеть. Так как живет он в Москве, но сам он из Энгельса. Живет, работает в Москве. Поэтому пока я здесь, во влоге в этом вы его точно будете видеть. Просто чтобы не было вопросов, кто это, что это. Не было никаких тупорылых обвинений в чью-то сторону и так далее. Просто будьте немножко адекватнее, ладно? Я не говорю про нормальных подписчиков, которые абсолютно не лезут никуда. Умнички, молодцы. Я говорю про всех остальных. Сегодня, что у нас по плану? Сейчас у нас уже вечер. Я пойду запишу тикток, пока у меня есть время. Так что не забывайте подписываться на мой тикток. И сегодня вечером уже приезжает моя Маша. Моя лучшая, лучшая, самая лучшая подруга. В Воронеже. Вы не виделись уже два года, представляете? Это вообще очень круто. Поедем с Димой ее вечером встречать. Она решила на сидячем поезде доехать с Воронежа. Так что в 22.45, по-моему, она приедет. Мы поедем ее встретим. Будем жить вдвоем в этом номере. Кстати, я вам еще не показывала этот номер. Ну, собственно, что? Здесь кровать, на которой Лера уже полежала. Ну, такой хорошенький номер. Отель Азимут. Отель, кстати, клевый. В плане того, что адекватная цена совсем. И басик есть. То есть можно постоянно сходить, там, сауну и так далее. Классненько. Находится прям, ну, почти в центре. Олимпийский проспект. Кстати, сегодня у меня, к сожалению, села камера. Хотела бы заснять. Я ходила на встречу с девочкой, с которой мы общаемся в Инстаграме. Ну, сколько вот нашим детям, даже больше. Когда мы еще беременны и ходили, мы общались. У нас девочки родились в один день, представляете, 18 апреля. То есть они прям ровесницы-ровесницы. И мы одногодки с ней. Что-то классно. Вот увиделись, наконец-таки, потому что она живет в Москве. Сходили, кстати, мы были на ВДНХ, сходили, какая-то ферма там. Ну, в общем-то, мне не особо понравилось. 600 рублей мы отдали за вход, за взрослый. Там ничего нет. Там две курицы бегают, две овцы, лошадь одна и олень северный. И все. Все. Что это за подобие какого-то мини-зоопарка? Я не знаю. Короче, не ходите туда. У тебя снимает. Короче говоря, я лошара, понятно? В общем, мы приехали на Павелецкий вокзал, а Маша на Казанском. Павелецкий, Лер. Да-да, где Маша? Павелецкий. Отстой. Готовы к встрече? Да. Сколько вы не виделись? Два года. Какие ощущения? Смой-то, я ощущение год. Да, я соскучилась очень. Павелецкий вокзал. Павелецкий вокзал. Привет. Ну, привет. 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 Ну, привет. Он не вылетел, не вылетел. Ты готов к камеру. Сейчас их будет. Дайте маме, напишу, что я нашлась. Ну а классовые просто не крутились. Продолжение следует... Ребятки, одну минуту сейчас прервемся совсем ненадолго от влога. Я хотела бы вам напомнить про мои самые любимые полоски для отбеливания зубов. Почему я хочу сделать это прямо сейчас? Вы узнаете об этом самые первые. Большая такая тайна, немножечко ее приоткрою. Скоро я буду менять свою улыбку, делать ее лучше. Пока у меня есть такая возможность вам напомнить про данный офигенный продукт, я хочу это сделать. Это то, что постоянно выручала и помогала мне, так как я не люблю свою улыбку, скажу честно. Да, у меня идеально ровные зубки, один к одному, но много минусов, из-за которых я их не люблю и считаю свою улыбку некрасивой, поэтому никогда зубами не улыбаешь. Но, надеюсь, скоро все изменится. Это действительно то, что, как я уже сказала, мне всегда помогало и выручало. Отбеливающие полоски радио делали мою улыбку лучше. Вот сейчас у меня осталась одна упаковка, я сейчас доделываю курс. Он состоит из двух упаковок, то есть если вы делаете этот курс, вам нужно две упаковки по 28 штук в каждый. Курс нужно делать 14 дней и утром и вечером. Вы берете две вот такие упаковочки и приклеиваете одну на верхние зубы, одну на нижние. Сейчас я вам покажу. Полоски радио произведены в Великобритании в соответствии с высочайшими европейскими стандартами качества и безопасности. Они никак не травмируют эмаль ваших зубов. Наоборот, убирают зубной налет, освежают дыхание и отбеливают зубы. После одного применения полоски вы уже заметно увидите результат. Итак, открываем. Приклеиваем первую полосочку. У них очень приятный такой мятный вкус, аромат. Где-то минут через 15 их уже не будет, они растворятся полностью и вы сможете увидеть свой первый результат. Уже одеваешь полоску, надеваешь полоску и сразу уже видишь, как они начинают отбеливаться. Сложновато с ними разговаривать, но тем не менее. Кстати, ребят, у них сейчас проходит акция. Вы можете на официальном сайте Райджел купить три упаковки по цене одной. А если вы просто хотите для начала попробовать, подойдет вам или нет, вы сможете купить одну упаковку по супер промо цене на зоне Ливайлдурисе. Так что я вам все ссылочки оставлю в описании. Пользуйтесь и делайте свою улыбку лучше. Мы решили пойти позавтракать. Я просто хочу есть капец-ка. Еще у меня мокрая голова. Ты не идешь на дороге-то, а? Не нравится. Она там какую-то голосовуху записала, достала уже. Потому что очень хочется кушать. У меня мокрая голова, я их не досушила. Просто мне, чтобы высушить волосы с нарощинами, это надо час, наверное, феном сушить. Поэтому я редко их сушу вообще. Маш, ты уже высушила, но она заново будет головой. Логика железная. Сколько нам идти до этого проспекта? Знаешь, где он смотреть? Моя ты хозяюшка, гладит. Какая песня играла сейчас. Смотрите, она гладит, а я ничего не делаю. Ужас. Кошмар, правда? Я сейчас буду делать массаж себе. Хочешь, тебе тоже сделаю? Ох, я тебя поглажу, ты мне массаж. Хорошо. Кстати, купила себе новую какую-то сыворотку. Зай, подай. Спасибо. Вот. Это и вороше. Какая-то классная должна быть. Но она мне, кстати, очень понравилась по текстуре. Прям клевая. Она сужает поры и немножечко матирует. Я просто, представляете, приехала, в смысле. У меня закончилась база. Ой, закончилась. Я ее просто не взяла, дура. Закончилась тональная основа. И базу я не взяла. Но мне надо все равно было. Он прям классный. Мне очень понравился. Такая баночка. Все, сейчас пойду себе делать массаж. Массажером. Зай, подай массажер, я покажу. Вот такой. Смотрите. Ну, вы, наверное, по-любому его видели. Ой, он такой приятный. Реально очень приятный. Маш, иди сюда. Блин, холодненький такой. По массажным линиям. Реально классно. Блин, я, кстати, хотела его давно. А это для под глазами, по-моему. Да, маленький. Классный. Все, пошла. Я, в общем, крем нанесу, сделаю массаж. Мы сейчас соберемся и поедем куда-нибудь. Нам надо снять кучу тиктоков, пока мы вместе. Вот. Съездим куда-нибудь в ТЦ. Погода не радует, на самом деле. Будет, чувствую, дождик. Там прям большие тучи такие рисует карта. Хоть не жарко. Да, да, да. Мы с Машей сегодня пойдем в белых рубашках. Надеюсь. Если не сожгу ничего. Ты можешь. Господи, да что там не отглаживается? Дай я уже поглажу. Бродик. Маша, она у тебя сейчас как из жопы будет через две минуты, понимаешь? В принципе, я согласна. Вот именно. В смысле, у меня капсул слетела, уборщица приходила, убирала номер и как бы, ой. Решила обойти данный момент. Она даже не протирала столик, она, наверное, обалдела, что это такое. Уши какие-нибудь. Я такая, ну, ну нафиг. Пошли задницы сами протирать. Какие цацаны, какие цацаны. Ушка бомба. Вообще, вообще, затрите, затрите. Знаете, куда мы едем? Не знаю, я даже. Конечно же, снимать тиктоки. Пока мы вместе, пока мы вместе, надо это делать. Фу, едой как воняет, отвратительно, просто отвратительно. Как будто покурить свою ночь. Да, с кафе. Кстати, да. Это жесть. Как красиво здесь метро на ЦСКА. В смысле, очень круто просто. С Машкой прям балдеем. Как будто не миражка. Что происходит? Девы были, в смысле. Просто вала. Пять лет в Москве не была. А, да не, не пять. Нет, была. Я в девятнадцатом была. Ну, я просто, видимо, тут не была. Ну, я была, но... Как ты разве не была после того, как я на пятницу снималась? Я в девятнадцатом году снималась. А я когда снималась? В двадцать лет ты снималась. Три года назад. В восемнадцатом, наверное. Почувствую себя старухой. Блин, мы должны указать. Давай не. Я сейчас в шоке. Вообще, как красиво. Знаешь, что? Мы, в общем, думали, куда поехать. Звонили Диме, он скинул нам крутое место. Мы сейчас приехали сюда. Я тебе скажу одну. Хорошо, что я сон взяла. Первое, что я вам покажу, да? А потом... Ну, вот это ладно. Мега спор. Ну, блин, вот это... С той стороны там вообще так круто. Сейчас вам покажу. Ну, это вообще пушка. Тут столько, в смысле, можно снимать. Это вообще... Это так красиво. Обалденно. Мне кажется, вот там просто анриал, как красиво. Сейчас мы видим. Но туча меня очень пугает сильно. Но на зонт есть. Зонтик Маша. Да, я говорю... Маша говорит, зонтик может выложить? Я говорю, не, Маша, не выкладывай. Она такая, ну да, ладно, не буду. Дай же свою сумочку, не мою. Маша, ну, моя. Маленькая. Можно в таком домике жить? Класс. А, это как из тиктока. Вот буду жить. Вот тут я буду жить, ребята. Москва — это мой город. Вообще круто. Вон там, вон то место она показывала в тиктоке. Так, стеклянные, видишь, что эти здания? Вообще класс. Чё делать? Гаряжно. Ой! Здрасте. Маша, да похер уже. Поснимали мы тиктоки. Все, ну не мы. Класс. Ждём. Ждём, когда мы промокли насквозь. Пошли мы туда обратно. Пойдём сейчас. У нас в Сарике, кстати, нету Зары. Есть в Самаре, только ближайшая. Ну, тут естественного есть. Она прям классная. Мне понравилась косуха. Вот. У меня какие-то есть зелёные там, косухая зелёная, ещё какая-то бежевая. Но вот эта чёрная очень крутая. И джинсы мне понравились, потому что все остальные джинсы... Здравствуйте. На мне сидят плохо. А это 32 размер. На подпись или хорошо. Ещё мне понравились вот эти розовые джинсы и джинсовка вот эта. Машка, разоряюсь опять. Маска? Чё? А, ну чё? Машка, маска упала. Почему это твоя? Я думала, ты шепеляешь. Маска? Маска, маска! Смотрите, как красиво. Это про меня она говорит, чтобы мы с тобой понимали. Смотрите, как красиво. А тут у нас Анечка. Кстати, у меня села камера, когда мы с ней виделись в прошлый раз. Вот, она была с дочей. В общем, мы с Аней общаемся давно уже в Инстаграме. У нас девчонки родились в один день. В смысле, они прям вот ровесницы-ровесницы. И мы ровесницы тоже. И мы, но не ровесницы-ровесницы, да, просто ровесницы. Но мы ж не в один день. Мы ровесницы-ровесницы, но не прям ровесницы. Вот, смотрите, как здесь красиво. Я вообще, ну, типа, ночная Москва, это очень круто. Смотрите, как здесь красиво. Смотрите, как здесь красиво. Смотрите, как здесь красиво. Это знаете, как мимо так. Смотрите, как здесь красиво. Давайте по очереди пролетать. Позируешь? 12 было 114 в общем мы вчера зашли в ночной мак они тоже не знаешь мы зашли в ночной мак хотели есть я хотела есть и маш хотела есть мы пошли мак заходим на кассе говорит чувак я вам могу продать только то что есть уже мы такие а что есть бургеры ну понятно типа что бургеры в маке может быть сейчас я приду посмотрю что там есть ушел там что стоял пять минут возвращается но есть бургер бургер какой чикен бургер и все получается так хорошо наггетсы есть есть давай девятку наггетсов девятки нет осталось 6 этот тот работал не 24 по-моему до 12 маки один чикен бургер шестерка наггетс даже персонал пожрать день мы сегодня приходит может заказать нам те же дадут вчерашний дима такой еще говорит неизвестно сколько а ты прикинул а ты прикинул и шестерка наггетсов поворачивается и там кто-нибудь один же 5 осталось такой бургер кинки открытые двери на стоит гульнара кэт на дверях работает работает мы заходим я говорю можно заказ сделать нет игра двери закрыть уже закрыты а двери открыто гульнара такой гульнара дверь закрой она точно гульнара у меня уже болят ребятки всем привет сегодня прям последний день когда я гуляю там с машей с димой потому что маша завтра надо к делам дима тоже работает я буду одна мне все кидают так что у меня уже завтра самолет собственно приезжали мы по работе некоторые вещи очень конфиденциальные поэтому мы ничего не показываем и не я очень хочу есть маша тоже я пить тоже хочу вот выгуляем голуби тут реально неадекватные какие-то пусть я уже представила эту картинку и пересмотрю я увеличу я щас тебе ватсап скину видос хочу чтоб ты поржал потом перезвонишь ладно давай а Promständ а снежный мост все улетел а Надеюсь, не забанят из-за этой музыки, блядь. Папа не читает. Папа не читает мои смс. Что-то Виталий голосовую какую-то прислал. Ой, не обольщайся, мой хороший. Закатай губу. Спасибо. Раз поперла, так уж. Надо ему ответочку сделать. Закатай губу. Закатай губу. Закатай губу. Закатай губу. Сейчас, подожди. Закатай губу. 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 как на тиктоке знаете, как круто в смысле дружить с мужем, с бывшим и вот ржать это просто, это стоп зачем сраться, ребят можно же друг с другом подкалывать, подстёвывать это прикольно нормально ну папа, почитай ну папа папа, блин на сборке я тебя скидала давай, Славяй буду перезвонить интересно, что он сейчас скажет слёзки нашли надо твоему папе вот этому тикток сделать я в смысле представляю мой папа такой просто катай губу записывает аудио а-а-а а-а-а внимание ну боже, какой Мэйх Тайсона показал, мэйх ничего не слышно ну боже, какой Мэйх Тайсона показал, мэйх Мэйх Тайсона какого я лучше показал Мэйх Тайсона щёешь кайф Тайсона ой мэйх ухо то ему смешно я в которую я смысли которое determinate что нет Ничего не пишет Сейчас в столе свой стол Жестко Все, пошли очки мне убирать Пошли Когда подружка Я беру зонтик Я говорю, подержи Она вот так делает Я говорю, спасибо Какой ты рост? Метр? 76 Представляете, я метр пятьдесят девять просто Мы Виба и Боба С учетом того, что в Воронеже Я считаю, что ее не особо высокая Короче, у них в Воронеже все очень высокие Там типа, ну она ходит И пацаны выше нее все Ну не все, ну блин И я бы представляешь, приехала такая Здравствуйте Ну вообще, мы Я не знаю, куда мы идем Просто дождик фигачит Да пройдемся, что Ну пойдем Биба и Боба пошли путешествовать дальше Да Хорошо, что мы себя не видим в камере, правильно? Правильно Правильно, я считаю Я вот буду монтировать и буду говорить, каким мы Ну я Родина Потому что у меня же была раньше камера с отворотным экранчиком А сейчас, кто подписан на мой инстаграм, знает, что Мне пришла маленькая такая Сейчас я вам покажу ее Смотрите Важное уточнение, как у Димы Масленникова Как у Димы Масленникова Между прочим, да Ой, блин, Маша, сейчас я промокнула Ты куда отходишь, ты от меня, блин Я хочу сторис снять А из-за тебя приходится в такси Вот такая вот у меня камера Маленькая, видите? Ой В общем, как у Димы Масленникова Все, все понятно для этого Да? Можешь уклетать Нет Нет? Нет У меня камера мокрая, сейчас Я приехала в Москву А Димочка свалил куда-то на съемки Все, не заберет Упустил Теперь мой парень А у меня нету Маш, все, керачит дождь Пошли обратно Короче Эта девочка Скидывает мои фотки Сверху Тем, кто стоит в метро И кто-то уже принял Смыслы Что делаешь? Пиарю тебя Да ты классная Нет А, она же мой менеджер Да, ты пиар-менеджер Блин, да Открыла ее Суки Суки Сосы Ты что делаешь? Ты что делаешь? Если они на меня подпишутся, я тебя убью Так как ты узнаешь, подпишутся не меня Смотрите, как красиво Ты опять на меня Я же сказала, как красиво Цвета продолжается Стоя Да А мы кушаем Ватоги Бьем кофе, идет дождик Да Очень мило Ого, значит, тоже красиво, смотрите ДПС, например Да, Дим? Нет Сосиска, кстати, не очень вкусная Французский фото Ну, естественно Французский Мы же не пальцем делали Правильно? Правильно Чего? Чего так сделать? Сделаем пальцы? Ребятки, доброе утро Сегодня крайнее утро в Москве В эту поездку С маршруткой Тем более Ой Что? Ударилась В общем, у нас сегодня не радостные новости У меня, походу, в отеле Уборщица Или как они называются? Горничная Горничная Украла мой крестик Потому что я сняла цепочку У нас там нет сейфа в номере И пришлось цепочку спрятать Под чехол с кисточками В итоге я беру цепочку И там только одна Вот эта подвесочка То есть крестика нету И нет подвески еще одной У меня была такая подвеска Как кольцо Ну Камера очень грязная Сейчас Соответственно Надеюсь, там что-то было видно Я потому что ее протерла Соответственно Мы все с Машкой перерыли Даже мусорку Даже мусорку На всякий случай Каждую доставали Эту Я Села вот так С этой мусоркой Руки я не мыла Кстати, еще И в общем, еще не нашла Получается, ее вот отстырил Блин, мне обидно Что я с этим крестиком Всю жизнь приходила Лучше бы вот эту подвеску Стырила тварь Правда Сережки лучше бы стырила То есть ничего не стырила Кроме крестика И маленькой Этой зелененькой подвески Ну я надеюсь Потому что она думала Что это изумруд Это обычный Как его называть? Пианит Зеленого цвета Ну я надеюсь, что ты потом Стори запишешь Ха-ха-ха Я нашла Надеюсь Здравствуйте Здравствуйте Как вы думаете Куда мы пришли завтракать? Вы ни за что не догадаетесь Напишите в комментариях Чего больше всего Вы кушаете в Маке Какие-нибудь Макомбо Биг Маки Там Цезеролы Не знаю Что вы вообще любите В Маке Я плакала Почему так время Быстро летит Всего Ждешь Ждешь А потом И все Учитывая Увидимся Раз два года Да то как Ну это понятно Ну эта встреча была лучше Чем предыдущая Не вставляет Нет Я вставляю Чего Бери Бери Я его Мы еще сидим Полтора часа Я все полтора часа Плакать Ну хватит Это все Как по щелчку Ну хватит Да мне только дошло Что еще До меня походу Не дошло Вообще Ну хватит У меня в голове Да не могу Оно само Ну хватит Оно само Нормально Еще через 5 лет Ты моя заяц Я так обожаю Ты моя заяц Я тебя так обожаю Ты моя заяц Я тебя так обожаю О господи Нет Чоколад Это единственное слово, которое мы знали. Это песня этой поездки просто, реально. Всё. У меня нет настроения. Есть! Зориан. Такого волоса нет, еще последний выдирает. Всё, не надо этих долгих расставаниях, опять начнём бродать. Иди, я даже не буду смотреть в твою сторону, всё. Я не буду. Всё. Увидимся. Пока. Пока, завтра увидимся. Пока. Пиши там, не забывай. Ладно? А то зарплату не буду платить. Давай, зай, пиши. С концерта жду видосики. Естественно. Понятно где. Знаете, так дико смотреть всё время на подъезд, по сторисам. Вот, да-да-да. Оказывается, может быть, живой. Какая-то рада, что ты приезжала по мне. Слава богу. Ой. Простите. Простите. Я сидела. Давай. Έчон. Какая тиз self. Я елка. Ну, Intelligence. Α rom volley.